Петр Павел час убавил, говорят в народе о сокращении солнечного дня, а Илья Пророк два уволок. К тому же пасмурная погода наведывается в гости все чаще и чаще. Чтобы продлить летнее настроение, чебоксарские художники раскрашивают городские объекты яркими цветами. Георгий Кулешов решил стать художником еще в детском саду. За свою творческую жизнь написал десятки картин, сделал несколько выставок в ДК ЧГУ. Уже четвертое десятилетие Георгий Юрьевич официально работает художником-оформителем. Начинал он с рекламных плакатов для машиностроительного и агрегатного завода. Затем создавал кинорекламу для Дома культуры. Сейчас Георгий Кулешов нашел новые объекты приложения творческих усилий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. То есть вот в наших дворах, через которые ходит масса разного зрителя, причем разные все они. Все они разные. И большие, и маленькие. У всех свое мировоззрение. И вот хочется нарисовать так, чтобы нравилось это дело всем. То есть моя задача, вот самое простое, это вызвать улыбку у человека. То есть вот он вышел из подъезда с плохим настроением и пошел на работу. И вот он увидел какую-то стену с рисунками и улыбнулся, настроение у него улучшилось. То есть вот уже задача выполнена, я считаю. Вот из-за этого, собственно, и работаем. На днях Георгий Кулешов закончил оформление пятой по счету трансформаторной подстанции. Лозунги воспитательного характера соответствующим образом оформленные. Непременный элемент любой картины. Такого рода надписи учат людей не мусорить там, где они живут, считает художник. На протяжении трех недель жильцы домов наблюдали за процессом создания трансформаторной фрески. Говорили спасибо, помогали по мере возможностям. Конечно, стало очень хорошо. Сразу стало веселее, радует глаз. Очень так приятно смотреть. Даже жалко, если будут разукрашивать ее, будут портить. Потому что создавалось нелегким трудом, где-то, наверное, недели две создавалась вот эта будка, красил художник один. И вот сейчас очень даже радует нас. И очень даже приятно, что в нашем дворе появилась такая вот красочная будка. До было безобразие. Сейчас очень красиво. У меня даже друзья заезжали, видели. Говорят, что очень красиво. Главное, чтобы дольше простояло. Анна Шорина закончила ЧГУ по специальности дизайн костюма. Две ее дочки ходят в 200-й детский сад. В группах Анна рисовала по своей инициативе. А веранду разрисовывает по просьбе воспитателей. В садик готовится к городскому смотру конкурсу. В детских садах я рисую давно, потому что я люблю детей. Мне хочется, чтобы они... В садике они находятся очень долгое время. Практически большую часть своего дневного времени. Мне хочется, чтобы они были здесь и развивались. Чтобы им было интересно находиться в детском саду. Я очень люблю рисовать натурально. Люблю мультики с вымышленными персонажами. Но стараюсь рисовать настоящих, настоящих животных. Чтобы они были похожи на тех, которые можно увидеть, например, в зоопарке. Поэтому вы видите, здесь у меня лиса, зайцы, ежик. Первый художественный опыт у Лилии Кузиной был в 11 классе, когда учительница русского языка попросила ее обновить классную стену. Потом были 102 осны, для которых Лилия делала декорации. Сейчас она работает кредитным специалистом и воспитывает маленькую дочку. Однако это не мешает ей воплощать свои творческие фантазии на веранде детского сада. Как-то я зашла за ребенком в садик, и мне воспитательница говорит, мы тут забор обновили, покрасили, у нас остались краски. Не могли бы вы нам веранду раскрасить? Я говорю, ладно, конечно, мне не сложно. И вот, в свободное от работы время, я сюда приходила, рисовала, взяла детскую книжку. Персонажи, которые там были, перерисовала. Благодаря таким людям, как Георгий Юрьевич, Анна и Лиля, преображаются и расцветает наш город. Чебоксарцам не грозит осенняя депрессия и зимняя скука, ведь в душу будут греть яркие и солнечные рисунки. И только от нас зависит, сколько времени просуществует эта красота. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.